Дорогие друзья, поклопайте погромче, нахерим люди. Дмитрий Богданов, Константин Тарасов. Идет Басаров. Здравствуйте, сегодня мы отмечаем прекрасный праздник, день рождения Виктора Семеновича Перковского. И не просто день рождения, а юбилей, 80 лет. Весь год этот он был посвящен вот этой прекрасной дате. Не было, а еще будет. Еще будет, да, он еще продолжается, еще осенью будут какие-то крупные такие мероприятия, посвященные творчеству Виктора Семеновича Перковского. Виктор Семенович любил, когда его песни пели совместно. Не просто так он себе подносит, а все вместе. Поэтому мы с этого и начнем, хорошо? И особенно он любил, когда подпевали гости из Красноярска. Испытывал неожиданные такие теплые чувства к этому городу. И это правда. Михаил Светлов И мертвые думы шепнули гренат. Да, да, и в ее область за облачный плес. Ушел мой приятель и песню внес. С тех пор не слыхали родные края. Гренат, 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 гренат моя. А тряп не заметил потери бойца. И я лучше песню допел до конца. Лишь поливу тихо сползла, погодя. На мархан заката в связи года дня. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, песни дружись. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренат, гренат, гренат моя. Гренат, гренат моя. Потому что она какая-то уж очень органичная. С гренатой связана масса всяких баек. Однажды мы с Виктором Семеновичем снимались в передаче, посвященной Светлову. И подвели Берковского к некому генералу. И сказали, вот это Берковский, он сочинил музыку в гренаде. Помню, помню, сказал генерал, который еще с буденок. Помню, помню, мы еще в гражданскую ее пели. А другая была замечательная история. Одна дама, которая работала во дворце пионеров, сказала Берковскому, ненавижу вас за вашу гренаду, под нее дети не могли маршировать. А он говорит, а на лошадях не пробовали? Есть еще одна знаменитейшая песня, которую написали вместе три великих наших барда. Когда-то Виктор Берковский и Сергей Никитин друг другу попели мелодии, из них сложились запев и припев, а Висборг сочинил слова. Ну, и теперь эта песня такая очень знаковая. Не верим мы в расставание, не верим в расставание с Виктором Берковским. Нет прекрасней и мудрее средства под тревог, чем ночная песня шин. Длинный-длинный зерник из стоптанных коров, что в море хранения души. Нет разлука старинам, Их круг лишь сон. И воню придут другие времена, Мой друг, привет, дорогу нет, дороги опять шаг есть, за дурию идут, дороги трудны, могу же без дорог. Будет ли чья-то сигарета, стопся нам в ночах, кто-то должен держать путь. Не знакомись, не знакомка, здравствуй и прощай, можно только фарами пикнуть. Не верь, разлукам, старинам, их круг лишь сон. Его придут другие времена, мой друг, привет, дорогу нет. Нет, дороги до кончания есть, за дурию идут, дороги трудны, могу же без дорог. Два конца идёт дорога, но себе не лгит, но бы рад быть путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги, значит, есть, наверное, и друзья. Не верь, разлукам, старинам, их круг лишь сон. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги, значит, есть у нас враги, значит, есть у нас враги. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги. Стихи Александра Величанского. Музыка написана совместно с Сергеем Никитимым. По радио ей иногда говорили так, прослушайте музыку французских композитов. Ну, правда, звучала она тогда в исполнении оркестра Поля Мариан. Под музыку вивальди, 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 под музыку вивальди, под югу за окном. Печалиться давайте, 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 печалиться давайте, об этом и о том, об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко, вы слышите, как жалко, и безнадёжно, как заплакали сеньёны, их жёны и служанки, собаки-корежанки и дети на руках. И стало так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе ненасно, как на сердце у нас. Что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы когда-нибудь под нас. И только ты молчала, 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 и головы качала любви печальной втар. А после говорила, поставьте всё сначала, мы всё начнём сначала, любимый мой, и так под музыку вивальди, вивальди, вивальди. Под музыку вивальди, под сладный клависин, под скрипок вивальди, под забыванье вьюги, условимся друг друга любить, чтобы возить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну теперь мы немножко... да, если какие-то вопросы будут или просьбы, вы их тут присылайте, там какие-то листочки есть. Мы тогда в втором отделении попробуем эту учесть. А сейчас прошли какие-то передачи о Берковском, фильмы. Вот недавно, наконец, мы увидели фильм, который Вика Скорнякова сняла, по-моему, в прошлом году его сняла, вот он, наконец, добрался до экрана, на канале Подмосковье его почему-то показывали, хотя снимался он для какого-то другого канала, я не помню. Но, кстати, это хорошо, потому что Подмосковье, в Москве все-таки ловится, и многие смогли посмотреть. По-моему, очень хороший, теплый фильм. Кто-нибудь видел «Субботу»? Нет? Никто не видел? Тогда зайдите на YouTube и в канале присутствующего здесь нашего друга Юрия Юр... Как называется канал? Архив авторской песни, да? Там этот фильм выложен, посмотрите. Хороший фильм, добрый очень, рассказывает о жизни Берковского. Там в нем участвуют все друзья, говорят о нем. Но там не прозвучало то, что я хочу сейчас рассказать. Берковский начинал сочинять свои песни в Запорожье, когда работал там, уже закончив институт, мастером, вольцовщиком, не мастером, даже вольцовщиком урабил с поначалу. Но местная интеллигенция по вечерам собиралась и очень была увлечена поэзией. Вообще такое бурное время увлечения поэзией. И вот, значит, Берковский брал в руки гитару и начинал, открывал сборник поэзии, начинал петь в хорошей компании, под хорошую закуску, начинал петь песни. Песни существовали примерно один вечер, а на следующий день сочинялись новые. И вот первая песня, которую друзья с утра вспомнили и стали петь дальше в следующий вечер, оказалась песня Новеллы Матвеевой, на стихе Новеллы Матвеевой, песня «Шагом-шагом». Песня «Шагом-шагом» Песня «Шагом-шагом» Песня «Шагом-шагом» Песня «Шагом» Песня «Шагом-шагом» 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 Черешневый кларня, Ах, музыка, музыка, Черешневый кларня. Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу, Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе Слово для любви и для молитвы, Шпага для туэль и меч для битвы. Каждый выбирает по себе Каждый выбирает по себе Щит и лампы, посох и заплаты Меру окончательной расплаты Каждый выбирает по себе Каждый выбирает для себя Выбираю тоже, как умею Никому претензий не имею Каждый выбирает для себя Каждый выбирает для себя Никому претензий не имею Каждый выбирает для себя Каждый выбирает для себя Ну вот из киноработ История была такая Как-то Висбор пришел к Берковскому Никитину и сказал Вот будет гениальный фильм, там будет гениальный режиссер, гениальный сценарий И мы должны написать гениальные песни Они вместе написали гениальные песни Филинг вышел на экраны Висбор посмотрел и сказал Мрак Но светлое пятно в нем есть, это наши песни Песня молодого рыбака из кинофильма «Морские ворота» Я когда-то состаюсь Память временем смою Если будут подарки Мне к тому рубежу Не дарите мне берег Подарите мне море Я за это, ребята, вам спасибо скажу Я за это, ребята, вам спасибо скажу Поплыву я по морям Жизнь свою вспоминая Вспоминая свой город Где остались друзья Где все улицы в море Словно реки впадают Где дома, как паркасы На приколе стоят Где дома, как паркасы На приколе стоят Что же мне еще надо Да, пожалуй, не хватит Лишь бы старенький дизель Безотказно служил Лишь бы руки устали От полуночной вахты Чтоб почувствовать снова Чтоб покажет, что ты жив Чтоб почувствовать снова Чтоб почувствовать снова Чтоб пока, чтоб ты жив Лишь бы я возвращался Знамитый и сары Лишь бы носки причала Проходя прогибал Лишь бы стартовали Товарищ От работы усталый С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал Я когда-то состались Память временем смоет Если будут подарки Мне к тому рубежу Не дарите мне верь Подарите мне море Я за это, ребята Вам спасибо скажу Я за это, ребята Вам спасибо скажу Аплодисменты 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 И петь мы будем Песни на стихи Дмитрий Сухой Вот редко исполняемые песни Но правда мы с Лидой Много лет поем Почти каждый раз Написано под влиянием Оркестра Райконнифа Там вот будут Всякие ходы И это вот все Райконниф сочинено Я думаю это Мы поедем с тобой на лень Далеко, далеко В том краю Ни дорог, ни селений Там туман, молоко А потом полетит на рейкете Ни гостей, ни вестей Мы большие, хуже, чем дети Все нас манят туманности эти Эта плечность путей А домой повернется пешечком На своих, на двоих Будут звезды следить Нам пришедшим, нам дошедшим до них Посмотри, моя милая лошадь Как земля Зелена Снова дым не выпьются тучи И поклонятся милы плакучи И взойдут зелена И поклонятся милы плакучи Посмотри, моя милая лошадь Как земля Зелена Снова дым не выпьются тучи И поклонятся милы плакучи И взойдут семена. Это классическая песня для исполнения ансамблями. Вечерина на настроенные детальки. На нас света нам не дали, поэтому точечки не видно. У меня родилась прекрасная идея. Надо выпускать такие для гитар фонарики. Грифу цепляются. Или просто стразики. А еще после фестиваля Платформа, который под Самарой проходит, имени Валерия Грушина, родилась прекрасная идея выпускать микрофоны с алкотестерами. То есть чуть больше какого-то количества промиль, и они выключаются. По-моему, очень не надо. Надо наоборот. И наоборот тоже. Чтобы они вырубали артиста. Куда ты уехал сию, Померки моих берега, На землю, на берегу землю, На землю, на берегу землю, Ложни свеча в небе. И как с ней звезда не успеет разгореться, Куда ты уехал сию, Куда ты уехал сию, И нету. И нету. И нету. И нету. А птицы не поют, И нету. 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 И как с ним звезда не успеет разгореться А птицы не поют, ибо их затеют в нас сни Как и звук твоих шагов слышу я Везде и всюду, всюду, лишь в твоих шагов Слышу я и зову тебя, зову путем их великого Куда ты уехал, всюду Куда ты уехал, всюду Куда ты уехал, всюду Забораживающая песня Скажите, что она заводится, и мы это устраним Нет, в таких случаях Алексей Игоревич Иваченко говорит Мы будем очень вам благодарны, если вы свои мобильные телефоны не забудете включить после концерта Нет, спасибо Песня на стихе Дмитрия Сухарева, которая была написана для такого детско-юношеского документального научно-популярного фильма Пока ты спишь В этом фильме детям в научно-популярной форме доходчиво объясняли, что пока они спят по ночам Происходит много всего интересного В городе продолжается жизнь Туда-сюда везут молоко Слона ведут из цирка в цирк И другие всякие занимательные вещи И для воплощения вот этой идеи Сухарев, Дмитрий Антонович Который, как известно, выдающийся физиолог и доктор наук и академик Придумал вот образ Тимиталкая Такое существо о двух головах, который никогда не спит Песню этого в фильм не взяли Потому что такого животного не существует В царстве странно, в царстве сонно, в царстве сна не замесено Солнце снят и приплывают сплюшки На базаре спят пироны На газоне спят пионы Чемпионы На базаре спят пионы Который, как из-за слонно, в царстве сна не запрет В тарстве сна не спит В царстве сна не запрет В царстве сна неوقно Тоже сна не запрет Всем, че, где-то, в царстве сна не пианили Глядишь, поможет, ведь ночью без работы он не может, поскольку день долгая физиология такая. Ни одна, ни далеко не может целиком уснуть, уснуть. В полушном переводке полушник лепит гулки, ему ночной порой помощники нужны. Где-то кипит работа, где-то кипит работа, откуда мы с тобой. Ты мы видим сны, по счастью у тебя такая. Ты зима, вот и я такая. Ребенами далеко не может целиком уснуть, 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 уснуть. Дорогие друзья, я сейчас хочу пригласить на сцену Евгения Николаевича Быкова. Это сюрприз наше сегодняшнее время. Да, вы его не ждали, но он вот выходит из сумрака и сейчас к нам присоединится, если, конечно, ему дадут пройти. Вот, значит, Евгений Николаевич Быков, он музыкант. Еще по своим действиям кузнец, который привез Лидию Олеговну. Да, шофер, конечно, водитель еще, таксист, да. Каменджировщик, композитор. Такой, в общем, он многоплановый человек. Мы сейчас с ним покажем. Мы давно не выступали вместе, честно говоря. Мы договорились так, Лидия, что я выйду, когда усердно скажу, что это вот замечательный. Это блестящий музыкант. Я уже приготовил свою репризу и хотел сказать, что среди моих знакомых, моего возраста, блестящих людей довольно много. Но я никогда не комплексовал по этому поводу. Однажды даже все мои сомнения, какие, может быть, и могли бы случиться, развеяла гримерши на телевидении. Я сел к ней в кресло, перед какой-то съемкой, и она говорит, ой, у вас много лица. Да много лица, это уже немало волос, это другая история. Да. У меня тут слух. Евгений Николаевич Быков сейчас пока пристраивает, я расскажу, что мы будем, собственно, делать. Мы сейчас покажем вам еще одну ипостась творчества Виктора Семеновича Берговского. Это женские песни. Виктор Семенович писал не только мужественные песни, но и женственные. На трогательные женские стихи и преимущественно несчастной любви. Вот эта сторона его творчества, она, в общем, мало исследована и мало кем исполняется. Вот мне Виктор Семенович лично вручил этот репертуар из рук в руки, причем в ситуации примерно такой. Вот фестиваль авторской песни. Юная исполнительница становится лауреатом. Подходит к ней председатель жюри Виктор Семенович Берговский. Говорит, Лидочка, вот такая талантливая девочка. Ну что же вы ерунду-то всякую поете? Песни надо петь хорошие. Мои. И возразить на это совершенно нечего было мне в тот момент. Может быть, сейчас бы я и нашлась. Но тогда нет. Виктор Семенович был такой очень харизматичный и убедительный человек. И вот таким образом нехитрым в моем репертуаре оказались такие вот девичьи песни, которые как раз назначались для исполнения молодыми девушками. Первая песенка на стихи Ларисы Нурочук. Еще тише манипульс. Это очень громко. Вот, уже теплее. Еще у меня глушин. Думаю, нет. Раз, раз. Что мне делать, как мне жить на свете? Люди ходят, люди говорят. Вижу я, как за окошком дети Лепет бомб третий день подряд. Бомотает, тихо оседая. И косится взглядом на зарю. Я не то все время замечаю. Я не то все время говорю. Я споткнусь овень у порога. Я в окно террасы поскучу. И шумит, шумит в ушах дорога. И все время я лечу, лечу. Как мы сразу быстро вырастаем. Как мы все особенного ждем. Мы, девчонки, вылетаем в стаи. В осеменках деревянный дом. И плывут кораблики в кадушке. И куда-то шкодна отошла. Как мы плачем вечером в подушку. Чтобы мама слышать не могла. Ясный день не тронут облаками. В мокрых пятнах отмеча стена. Мы живем еще не зная сам. Что приходит взрослая весна. Мы живем еще не зная сам. Что приходит взрослая весна. А вторая песня на стихе Тамары Жирмурской. Но там вот имеется уже в виду девушка так постарше. У нее более серьезная проблема. Вы сейчас это почувствуете. ПЕСНЯ 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 Кто-то шепчется там по тьмам. Будет в парочке переницы. Это счастье, быть может, снизу мне. Только в самых секретных снах. Я убреду сквозь кленовые кружки. Прижимая листья груди. Невлюбленная и незамужняя. Это все еще впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и совсем такая, на самом деле, печальная песня, написанная на стихи Вероники Тушновой. И все творчество Вероники Тушновой, вы знаете, было пронизано вот такой несчастной любовью, которая составляла всю ее бестолковую и несчастную жизнь. И несмотря на то, что Виктор Семенович написал такую достаточно, на первый взгляд, легкую музыку, на самом деле, конечно, произведение такое трагическое. На стихи Вероники Тушновой. Что-то мне не дружится, Что-то тяжко пешется, В луках цветет калужница, Ведь лаврики колышутся. И птицы, птицы, птицы На сто ладов поют. И веселятся птицы, И гнезды птицы вьют. Что-то неспокойно, Нелегко, непросто, Стремительные стройки Вокруг поселка сосны, И тучи. И тучи, 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 Пилы, как молоко, И улетают тучи. Далек, далеко, Да и меня никто ведь в плену едешь, Нет, мы ничего, Не стоит на поезд взять билет, И в полночь на разъезде Сойти в души лесной, Чтоб быть с тобою вместе, Чтоб стать весне лесной. И это так возможно, И это так нельзя, Гудок летит тревожно, Как филин голосом, И сердце, сердце, сердце Летит за ним сквозь мгул, И горько плачет сердце, Как мало я могу. Как мало я могу. Как мало я могу. Стихи Дэвида Самойлова. Была туманная луна, И были нежные березы, О, Марта прелие, Какие слезы, А сня какие имена. Туман весны, Туман страсти, Рассудка таялые в угрозу, О, Марта прелие, Какие слезы, Спасонья, Бог-то у детей, Как кончку хрустящей след, Жуют рассветные морозы, О, Марта прелие, Какие слезы, Причины и названия нет. Стихи Дэвида Самойлова. Стихи Дэвида Самойлова. Стихи Дэвида Самойлова. Вдали, За кромкой голубой, Гудят в тумане Тепловозы, О, Марта прелие, Какие слезы, Ну, чем ты плачешь, Бог с тобой? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. А знаете, в прошлом году, когда уже совсем жара была, здесь народу было много концертов, потому что был такой слоган «Кругом жара, а в гнезде прохладно». Вот это, это, это не гитарка из детского мира, как вы могли ошибочно предположить, это настоящий инструмент укулеле, гавайская гитарка, которую Евгений Николаевич отобрал у гномов. У гномов это был контрабас? Да, они его использовали как контрабас, отобрал. Вот, в нашем обозримом пространстве музыкальном, которое довольно широкое, как вы понимаете, у нас довольно много всяких музыкантов вокруг и профессиональных, так вот, Евгений Николаевич единственный профессиональный укулелист. Ее нужно погромче и ее нужно расхолить. Можно я сам договорился? Нет. Вот холл мне нужен прям большой, а холл не надо жалеть. Вот, хорошо. Сейчас мы покажем вам, на что способен этот инструмент. Если Евгений Николаевич еще встанет, то будет вообще красиво. Венесуэльский вальс. Сумра. Посвящается Виктору Берковскому. Валерийский вальс. Валерийский вальс. Валерийский вальс. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Стихи Дмитрия Сухлева Апрель, апрель на улице А на улице февраль Еще февраль на улице А на улице Апрель А на улице А на улице февраль Еще февраль на улице А на улице апрель Ни дома, ни под крышкой На самом ветерке Стоит свечонка Рыжая В зеленом светерке Стоит с веселой Миной Милою весьма А может, правда, минула Вот скинула зима А улица Пропустила Солнышко Печет Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Стоит Апрель, апрель на улице, а на улице февраль, еще февраль на улице, а на улице февраль. Еще февраль на улице, а на улице февраль.